Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим по поводу польских виз, какие виды бывают и вообще какие нумерации этих виз, потому что тоже многие путают, какая рабочая виза, какая туристическая. И если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Первое это тип А, то есть аэропортная. Это когда вы, не выходя из аэропорта, передвигаетесь в пределах транзитной территории. Следующая транзитная, это тип Б. Она дает право транзитного проезда по территории страны в течение 5 дней. Следующий вид это шенгенская, то есть тип С. Она дает вам право находиться на той территории страны, которой была выдана данная виза, а также дает право вам передвигаться по шенгенской зоне. И еще один тип визы, это национальная, тип Д. Она дает вам право находиться на долгосрочный период уже на территории той страны, которую вам выдали. Такая виза дает право вам транзитного проезда по территории стран Евросоюза, а также находиться в странах шенген-зоны до 3 месяцев на полгода. Ну и теперь давайте поговорим более детально о шенген-визах. Я буду пример брать украинцев. Что касается россиян и белорусов, то я думаю, что практически все похоже. Но если не так, то, конечно же, оставляйте свои комментарии. Я думаю, для других зрителей будет очень интересно почитать. Первая – это рабочая виза С-05, которая дает вам право находиться на территории Польши, а также право работать до 3 месяцев. Следующий тип визы – это Д-05. Это польская национальная виза, которая дает вам право находиться, а также работать на территории Польши в течение 6 месяцев. То есть это так называемые 180-360, кроме сезонных работ. Рабочая виза Д-05А дает вам право работать на территории Польши в течение 9 месяцев. Это так называемые сезонные работы. Если вы еще не видели мое видео о новом разрешении на работу на сезонные работы, то обязательно посмотрите. Я оставлю вам подсказочку и ссылочку в инфобоксе, и вы более детально сможете узнать об этом виде разрешения. И еще одна – это рабочая виза Д-06, которая дает вам право находиться на территории Польши, а также работать больше, чем 6 месяцев в год, кроме сезонных работ. Для того, чтобы получить рабочую визу, я вам уже много раз говорила, вам нужно иметь разрешение от работодателя, либо же это освещение, которое будет действительно в течение полугода, либо же это воевудская виза, либо же, как его еще называют, зазволение на праце, которое дается от 1 года до 3 лет. Какой именно перечень документов нужно иметь на получение рабочей визы, я вам, к сожалению, не подскажу, потому что я уже давным-давно не живу в Украине и не знаю, какие сейчас критерии и нюансы для того, чтобы получить рабочую визу. Но я думаю, в каждом городе, в консульстве Польши, либо в посольстве Польши, вы можете узнать эту информацию без проблем. Ну и теперь, какие еще бывают типы виз? Это бизнес в Польшу, то есть это C04. Этот тип польской визы дается для бизнесменов, которым нужна для частных поездок, то есть для переговоров, для подписания каких-то контрактов, для поисков деловых партнеров, либо же разрешения каких-то бизнес-вопросов. Но для того, чтобы открыть данную визу, вам нужно иметь приглашение со стороны Польши, для того, чтобы подводить цель вашей поездки. Данная виза выдается вам на 90 дней, но находиться на территории Польши по такой визе вам только разрешено 30 дней из 90 дней в течение года. Следующий вид визы – это туристическая виза в Польшу, это C01. Данный тип визы выдается для людей, которые хотят поехать в Польшу в целях туризма, но которые не собираются ни работать на территории Польши, ни заниматься никаким бизнесом. Данную визу могут вам открыть на разный срок, все зависит, пустой у вас паспорт, либо нет, и это может быть от 1 дня до 30 дней. Вам также нужно будет иметь бронирование отеля, либо гостиницы, то есть вашего жилья. Вам также нужно будет иметь страховку для того, чтобы выехать. И также вам нужно будет иметь определенную сумму денег для того, чтобы пересечь границу Польши. Долгосрочную туристическую визу могут получить только те люди, которые уже имели данную визу 2 раза. Тогда для таких людей открывается долгосрочная виза на год и более. Еще один тип визы – это шоппинг виза в Польшу. Данный тип визы дает право въехать 1 раз на территорию Польши для осуществления каких-то покупок. Но для того, чтобы вам вернуться в свою страну, вам также нужно иметь фактуру, подтверждающую оплату, хотя бы на один из товаров. То есть это выписанный ват. И помните, я вам уже рассказывала о ватах, о возвратах налогов на товар, что перед тем, как вы покупаете товар, вы должны предупредить сначала продавца, либо же спросить перед оплатой товара, дают ли они вам счет фактуру. И только после того, как вы предупредите продавца, вы можете покупать данный товар, который вы хотели бы приобрести на территории Польши. Первую шоппинг-визу вам откроют на 7 дней. Далее, когда вы захотите подаваться еще раз на эту визу, то вам нужно будет предоставить счет фактуру, для того, чтобы вам смогли ее открыть еще раз. Когда вы будете также второй раз подаваться на данную визу, то вам уже откроют многократную визу. Вы сможете въезжать и выезжать. По данной визе она будет действовать в течение года, и также вы сможете путешествовать по другим странам Шенгена. Также существует еще репатрационная виза в Польшу, то есть это виза для переселенцев. Репатрационная виза – это долгосрочная виза, которая открывается в основном на 2 года и дает вам право путешествовать по любым странам Евросоюза. Есть еще также нюансы в этой визе. Если у вас был паспорт пустой, то есть ни разу вы не выезжали никуда, то такую визу вам откроют на 2 года. Если же у вас в паспорте была уже Шенгенская виза, то репатрационную визу вам откроют на 5 лет. И для того, чтобы оформить данную визу, вам нужно будет предоставить документ, подтверждающий переселение родственников из Польши в 1945-1947 году. Также существует виза по карте поляка, то есть если один член из семьи имеет карту поляка, то супруг супруга, либо же дети, имеют право открыть визу на основании карты поляка. И такую визу члены семьи могут открыть бесплатно, это будет национальная виза Д. И данная виза предусматривает беспрепятственно путешествовать по странам Шенген-зоны. Следующий тип визы – это гостевая виза. И данная виза дается людям, которые хотят посетить своих родственников, друзей на территории Польши. Для того, чтобы оформить данную визу, вам нужно будет иметь оригинал разрешения от воевудского учреждения. И люди, которые получают гостевую визу, имеют право находиться на территории Польши не больше 3 месяцев. Еще один тип визы – это студенческая виза. Все те, кто решил получать образование на территории Польши, должны подаваться на студенческую визу. Она называется виза Шенген в цели школы эдукационных. Можно оформить краткосрочную Шенген-визу, то есть, которая дает право находиться на территории Польши 90 дней в полугодии. И второй вариант – это долгосрочная виза, которая дает вам право находиться на территории Польши, а также учиться по данной визе от 90 дней до года с возможностью дальнейшего продления. И для того, чтобы оформить данную визу, вам нужно иметь приглашение либо справку с учебного учреждения о том, что вы приняты на обучение. Что касается отказа визе, получают ее только те, кто предоставил неполный пакет документов, либо же какие-то документы оказались поддельными. После того, как вам отказывают визе, вам дают также еще письмо, документ вместе с паспортом, в котором указывается причина отказа. Если вы считаете, что эту причину можно как-то устранить, вы можете в течение 14 дней подать на апелляцию. И стоимость апелляции составляет 70 евро. Если вам отказывают даже после апелляции, то не расстраивайтесь, потому что вы все равно можете подать снова на эту же визу, только укомплектовать полностью весь пакет документов и устранить неполадки, которые послужили причине отказа в первый раз. Почему отказывают во въезде? Наверное, многие сталкиваются, когда едут на автобусе, либо же прилетает самолет, и некоторых людей отводят, и они просто не возвращаются в автобус, либо же их отправляют обратно домой. Потому что поддельные документы. Сейчас с этим, конечно, меньше. Не так, как это было раньше, 3 года назад, потому что 3 года назад штамповали эти освещения, и по ним мог ехать любой человек. Сейчас это все более-менее контролируется, и можно проверить любого работодателя. Я вам уже рассказывала, как проверить разрешение на работу. Если вы не видели это видео, тогда я вам оставлю также его в инфобоксе. И вы сможете посмотреть более детально об этом информацию. Окончательное решение, въехать вам на территорию Польши или нет, принимают пограничники, так называемый страж граничным. Чаще всего, наверное, снимают людей только тех, которые едут по рабочей именно в визе. Ну а также не въезжают на территорию Польши те люди, которым выдана была виза, не соответствующая с целями поездки. Ошибаются даже сами путешественники. Когда у них пограничники спрашивают, куда вы едете, сам путешественник иногда ошибается и говорит не тот город, который указан, например, в приглашении. Это неправильно. Если у вас есть приглашение, либо же у вас есть зарезервированные билеты в гостиницу, то вы должны говорить именно тот город, который указан у вас в документе. Не тот, который вы хотите поехать, который вы хотите увидеть, а именно тот, который указан у вас в документе. потому что из-за этого могут вас тоже не пропустить через границу. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, видео для вас было полезным и информативным. Если у вас есть что дополнить в мое видео, то обязательно оставляйте комментарии, мне будет очень приятно их почитать. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!